так меня зовет муж не пугайтесь его бардаку в комнате он не хочет показать свою ногу ого это его кошка как ночью подрала представляете прыгнула на него со шкафа карита когда вас всем здравствуйте у меня наконец-то выходной куча вроде дел ну вот что-то такое чтобы именно хотелось бы поделать выходной куда-то съездить вообще какой-то в голове хаос никак не могу привести мысли в порядок и понять куда бы вас отвезти и меня собственно главным образом меня но и попутно вас наверное сегодня в первый выходной день я вообще никуда не отправлюсь какой-то вот такой именно походная до какую такую походную часть мы сегодня с вами не зацепим буду сегодня смотреть и вдруг мне что-то что-то приглянется и завтра я поеду надо обязательно съездить иначе потом будет очень печально за бесцельно прожитый день они на самом деле просто мне требуется обязательно один день куда-то ходить я наверное в россии дома пересидела сейчас погода позволяет и хочется именно гулять да хотя бы один один день неделю тетенька моет улицу это причем ну как бы не уборщица просто владелица жилья вот сейчас вы ее увидите и это здесь нормально вот сейчас вышла еще другая соседка и тоже может усвоил у своего дома улицу какая-то вообще невиданная дичь для вообще для для россии во всяком случае я до сих пор шоке ищем короче меня много каких-то дел которые нужно сделать чем съездить но не такого именно что-то такого дел выходного дня но первым делом не нужно сходить в аптеку потому что я уже вспомнила что какое-то время назад заказывала вакцину помните мне назначили вакцину от аллергии на котиков и сказали что делается она месяц но тут мне звонили несколько раз одного и того же номера думаю что это как раз из аптеки надо сходить и проверить а вдруг она уже готова потому что таблеточки что-то перестают действовать какое витрило у меня такой ком в горле я думала что это какой-то как это от защемленных позвонков но что-то с начала подозревать что это такая аллергическая история все идем в аптеку нет похоже это не они мне звонили говорят рано еще слишком две недели прошло надо месяц ждать но ничего я других вкусняшек набрала себе в аптеке всякого не буду вам говорить кто здесь живет уже увидел что это такое ладно тогда пойду позавтракаю а дальше буду заниматься разъездами туда-сюда и как всегда без покупок не обойтись видите какая тут принцесса идет сейчас появится в кадре вот так так тут девочек одевают все детишки такие идут нарядные спросила в баре что за праздник такой они говорят так выпускаются же из типа из нулевого класса и переходят уже в первый до сейчас середина июня и заканчиваются занятия в школе я уже забыла спанцы заканчивают и начинают позже какой план на день съезжу я опять же в этот магазин вае сан лоренцо эль кило мне продаются материалы ткани и купить какую-то ткань попроще на на блузку потому что я что-то замахнулась на лен он все-таки подороже хочется попробовать сначала с какой-то более простой и дешевой тканью поэтому я съезжу за ней попутно прикуплю еще парочку тканей для для других дел и мне нужно будет их обработать во всяком случае хотя бы несколько из них как это провести влажно-тепловую обработку перед перед каким-то пошивом как каким-то пошивом очень перед пошивом что потом все это не села тоже первый раз то буду делать потому что собственно в школе я собственно машинка на машинке шила только в школе больше меня машинки не было и в школе все это вы понимаете только по верхам поскакали это хорошо я еще помню какое-то мне всплыло в памяти что нам просто упоминали про какую-то долевую нить и что ткань нужно определенным образом располагать иначе у вас там не не пропорционально сядет или растянется нежелательно сядет растянется вот это хорошо что я еще такое вспомнила то что-то все равно нам голову вложили на карте и забираю такое неудобное время родители толпятся прямо на проезжей части бывают даже вот здесь в испании вообще то есть то что едет машина им это ни о чем не говорит они как на тротуаре столпятся да и просто люди идут да и никто не вступают потому что это ваша проблема ищите себе сами обход также здесь они столпятся на проезжей части и типа мы с детьми так что это ваши проблемы фу какая жара в машине стояла на солнцепёке только вот час солнце с водительского сиденья ушло и да то есть вот съездить магазин что-то прикупить показывать я наверно вам уже не буду что я в прошлое прошло выходном и вам его показывала устанете прикуплю парочку тканей обработаю их потом еще вечером хотелось бы сходить на пляжик ну а дальше добиться квадратные головы просматривая сериалы или читая читая даже слушая книжечку я потом вам расскажу что за книжку я начала слушать очень интересно и очень так вот все поехала в магазин ехала такая припарковалась прям вообще вот просто вот припарковалась и вот за углом эль кило закрыта грёбанная сиеста вот сколько живу так и не привыкла до сих пор что магазины здесь закрываются на сиеста не все но многие блин наверное те в которые я обычно езжу не закрываются на нее я так понимаю что это но оправдана не тем что люди просто хотят отдохнуть в середине дня ну как это продавцы работники что это было связано с жарой когда вообще эту сиеста придумали что самые жаркие часы как раз проспать ой представляете там какашка сейчас подойдем самые жаркие часы как раз переждать дома в теньке в кроватке под вентилятором на или что-то такое ну и видимо в эти часы вот как раз здесь в данном случае с часу до 4 30 покупателей видимо такого количества нет вот они закрываются вот уродцы вот такая какашка да рекухой сука кита это вам напоминает да что за животными нужно убирать здесь кстати штраф до говорит что штраф от 500 до 10 тысяч евро вот так а тут наверное муниципальный совет или какая-нибудь ассоциация заполнена лестницу всякими мотивирующими надписями рискни ты можешь не отважься не рискни отважься ты можешь ну это наверное чему-то посвящено они просто такие мотивирующие но я пока связи не вижу ну наверно деревите написано так отважься типа гребсти в общем направляться в сторону человечености да или человечества не знаю что они там хотят сказать но в общем может быть чтобы мы болеть были были более человечными и добрыми друг другу а может быть и нет может еще что-то значит свобода и ты сосна цветет может хоть здесь какая-нибудь церквушка есть чтобы можно было как-то себя развлечь но три часа я здесь конечно не буду тусоваться на ребят смотреть как они работают нет ничего приятнее как получать зарплату смотреть как другие работают да на три вещи можно смотреть бесконечно как течет вода как горит огонь и как другие работают и а и и и и и и и и Ничего в интернете не нашла интересного. Именно какие-то не туристические места, ну хотя бы там какая-то церковь, там наверняка она есть. Надо еще поискать уже по карте. Зато нашла вот такое здание. Смотрите, какое оно старенькое. Она, видимо, покрашена, особенно нижняя часть недавно. Но видно, что она старая. Видите, какие двери. Шла мимо вот такого домика с таким интересным декором и не заметила. А тут, видите, канарская архитектура вот такая. Ой, а это и не Питая. Сколько раз здесь проезжала, я все время думала, что Питая. Нет, это другой кактус. Давайте подойдем поближе. Видно, что он отцвел. Мы как-то ездили. Здесь прям все вот было. Видите, он даже на ветвях, да, свисает. И он был в цвету. Такая круть. Потрясающе. Можно только представить, какая была красота. В смысле, вы. Я-то видела, когда он цвел. А думала я, что это Питая из-за цветочков. Вот они очень похожие. Мне, во всяком случае, когда проезжали, показались очень похожими. Ой, а тут что такое? Похоже на манго, но я не знаю. Какой-то у него лист такой резной. Ой, может, разновидность какая-то. По форме похоже. Хотя вон там такими гроздями висят, что я прям даже сомневаюсь. Да и ствол. Нет, ствол не манго. Такую пупырку. У манго ствол гладкий. Так что остается загадкой, что это такое. Да, здесь есть церквушка. Конечно, как можно в испанской деревне без церквушки? Дойду хоть до церковной площади. Хоть что-то. Немножко познакомиться с деревней. А то живем рядом всю дорогу. Ой, какие подъемы. Видите, так флажочками украшает. Ой, даже там, может, интересно, я что-то зацеплю. Ну и поглядите, все украсили. Горе-блогер. Как всегда, не в курсе каких-то праздников. Ну, у нас тут в каждой деревушке свои праздники. За всем не уследишь. По дороге встретился детский садик. Тоже все так ярко, красочно. Может быть, не детский садик. Здесь написано школа. Детская школа. Может, начальные классы? Зачарованная долина. Написано. Эльвай Енканталу. Красиво. Да, ночью, наверное, еще. Вечером еще красивее. С этими огоньками. Это же не раз показывала, как здесь снаружи все счетчики стоят. Да, вот так вот. Смотри, не хочу. Ой, какой дворик. Но мне стремно туда лезть, народ. Как может, какая-то прям частная территория с этими балкончиками. Так что, в принципе, тоже можно эстетически насладиться, особенно вот этим розовым гигантом. Это что такое? Слона-то я и не приметил. Это меня даже пугает немножко. Я, пожалуй, пойду. И не души. Весь, нахуй. across ohhh. И не будь. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok пахнет как костром супер где в руки теперь помыть кот такой пыльный я своими аллергиями все время трогаю котов какая лавочка традиционные канарские цвета здесь узкий проход не ощущение что мне сюда нельзя вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Вот вам уклончики Здесь настолько пахнет мёдом от хакаранды Соседи опять своё бельишко сушат на улице И по нормальному нам Вот как-то так Сара? А, Сара? Что? Что такое? А? Да? Ты мне хочешь сказать? Ты не ела? Не ела? Все собираемся Ты мой малыш, вечно голодный малыш Папа только что ушёл Я знаю, что он тебя в три часа покормил Так что не рассказывай Причём вкусненьким Не сухим кормом А консервой Даже Марвел Вон не зовёт Не кричит Не прикидывается Что она умирает с голоду Да, Марвелуша? Эх, какая сытая морда А это всё время Если можно что-то урвать Обязательно урвём Что, опять полный сбор? Вы моцареллу будете есть или нет? Сара будет всё, конечно же, да? Конечно, кто бы сомневался, да? Ты, конечно, не будешь, да? За тебя Сара всё съест Ну хоть лизни давай Нет? Марвель Ты уверена? Вкусно же Тебе же нравилось Всякое молочное Нельзя Но вот я тебе предлагаю Раз в жизни Сара, конечно, всё готова сожрать Это? Конечно Ты чего, второй заход? Смотри, маленький кусочек остался Давай Фу, прям Фу, гадость, да? Чтобы планы поменялись Я буду Собирать Вот такую Лампочку По каждому открытию магазина А Марвель Мне будет Активно мешать Мне пришла Вторая Подобная В других цветах Сейчас мы с вами Её распакуем Вот на коробочках И попробуем И попробуем Её Собрать Здесь у нас ещё Нам предлагается Это собирать На горячий клей Пистолетом Но Смолой Мне гораздо проще Убираем Там у меня были розовенькие А здесь Разноцветный набор И не в таком количестве Конечно И кристаллики Которые идут В основу Чтобы закрыть Все проводки Мне кажется Меня обманули Да? Вот их должно Было быть Десять штук А я вижу Всего лишь Девять Дальше Что у нас здесь Находится Точно такая же Основа Сейчас я Вставлю сюда Батареечки Для того Чтобы проверить Работает ли вообще Вот эта гирлянда Иначе смысла Никакого нет Собирать Все работает Первый я Собрала Такой Какой-то опять Очередной Экспериментальный Вариант Потому что Ну предполагается Что нужно Один светодиод Продевать В цветочек Закреплять его Каким-то образом Каким вы решите И переходить К следующему Вот так Сворачивать Проволочку И потом ее Закручивать И будет Тоненький стебелек Но поскольку Цветочков У меня мало Цветодиодов Много Я решила Почему бы Не попробовать В этот раз Продеть В каждый цветочек По два Цветодиода И вот так Я сделала С вот этим Вроде Немножко толстовато Но думаю С другой стороны Будет Ничего И к тому же Проще Окрепить цветочек А сами цветочки Тогда будут Светиться Ярче Так что Продолжаю В этом же духе Если что Всего-то Потеря Четырех евро Кстати Вот этих Лепесточков Тоже оказалось Девять Надо наверное Проверить заказ Может там Девять и указано А не десять Второй Какой-то С маленькой дырочкой Не хочет Ничего Продеваться Но ничего Залезло Так Два Цветодиода Внутри Дальше Я просто Капаю Туда Смолой Которая Затвердевает При Ультрафиолете И свечом Фонариком Буквально Несколько секунд Для закрепления Потом капаю Поскольку В данном случае У меня два светодиода То я капаю Две капли Вот это Уже свечу Побольше Ну и все И Закручиваем Образую Стебелек Немножко Тут Так Конечно На место С проводами Но На самом деле Все это Закроется Камушками И Не будет видно Надо еще Не забыть Что Цветочки Должны быть На разной Высоте Иначе Будет Слишком Уж Как-то Синтетически Они же В природе Не одинаковой Высоты Не пролезает Придется Попробовать Расширить Пролезла Где наш Не пропадала И второй Пролез Замечательно Все По старой Схеме Главное Не дышать Этим Всем Потому Что Оно Злом Я реально Дышу Сторон И делаю Это все На балконе Специально Для того Чтобы Никто Не надышался Не надышался Получилась Такая Нелепая Конструкция По ходу Пьесы Можно Менять Их Высоту Сейчас Буду Как раз Искать Место Приклеивать Их Тем же Самым Тем же Самой Эпокси Резиной К Основе Этой Деревянной И В процессе Уже Решает Их Положение И Высоту Непонятно Только Что Вот С Этим Делать Интересно Если Это Отрежу Прям Все Запарю Или Нет Давайте С вами Попробуем Наверное Да Эх Была Не Была Горит Какая Уже Красота Несказанная Сейчас Я залеплю Наверное Хвостик Смолой На всякий Случай Прям Изнутри Красиво Из-за Смолы Смотрится Дополнительно Теперь Нам Нужно Вот Эту Красоту Приклеивать На Деревянную Основу Чтобы Закрыть Проводочки А потом Уже Собственно На что Останутся На что Хватит Я их Даже Вообще В прошлый Раз Бросала Как Попало Все Это Конечно Не Очень Удобно Опять же Фиг знает Где там Смола Попала Сейчас Узнаем Все Везде Попало Все Остались Только Листики Есть такая Непонятная Дырочка Видимо Предполагалось Продевать Через Нее Гирлянду Но Я Просто Сюда Капельку Капаем Подставляю Куда-то Вниз К стебельку И Готово Вот В таком Духе Главное Их Так Крепить Что Потом Можно Было Надеть Купол Чтобы Они Были Не Очень Растопыренные Засвечиваем Все Еще Можно Посветить Секунд Двадцать Чтобы Закрепить Уже Все Ну И Пробуем Надеть Купол Вот 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 Такая Штучка Получилась Смола Поскольку Она была Здесь Довольно Крупным Толстым Слоем Вскипела При застывании Видите В голубом Цветочке И в других Тоже Есть Такое И у нее Есть Пузырьки Там Образовались Создается Впечатление Что Прямо Там Еще Что-то Лежит Либо Там Вода Какая-то Внутри Скопилась Какие-то Дополнительные Эффекты Даже Мне Очень Нравится Вот Был бы Еще Этот Шарик Не Такой Пыльненький Красота Конечно Лепота Вот Как-то Так Уже По Штого Вечером Я Дамонтировала Собрала Лампочку В смысле Светильник И чувствую Что меня Уже Настолько Клонит И вообще Настолько Я устала От рабочей Недели И от Выходных Всех Последних Не знаю Сколько Месяцев Активных Что Я уже Не готова Ко второму Заходу В Эльки В этом Льва Иса В Лоренцо Поэтому Пойду-ка Я в ближайший Магазин И посмотрю Там Тканюшку Скорее всего Там будет Что-то Подходящее Подешевле Может И как раз С тетенькой У нее Клиентов Мало В нашей Местной Мерсерии Здесь продается Все для рукоделия Народ там Мало И как правило Она может поговорить Может она мне Объяснит Так еще Вкратце Подскажет По поводу Шитья Рубашки Точнее Блузки Так что Может я просто Подберу Сейчас Именно сегодня Там Что там Тем более Что она говорила В июне Скидки Какие-то Она Собиралась Давать На эти ткани 20% Сейчас посмотрим И думаю На этом Меня сегодня Хватит Уже Не вышло Факир был Пьяный Фокус не удался В ближайшей Вот этой Вот Мерсерии Были материалы Только Ткани Только короткие Метр Десять Но это Как бы Что-то Мне не понравилось И вообще Выбор был Небольшой Я решила Все-таки Съездить В Алькину И в результате Сейчас Парковка Из таких Кругалей Пришлось Открыто Наконец-то Вы понимаете Да Немножечко Можно Так Я в результате Купила Несколько Тканюшек Вот такую Замечательную Правда Слишком белую А еще Вот такое Какой-то Клоуна Стошнило Но очень Круто Мне прям Безумно Понравилось И Сегодня Сейчас вернусь Домой И все это Пойдет в стирку Сразу Завтра Поглажку И Будем Шить Я Постирала Добытые Тканюшки Вот Повесила Немножко Сушиться В ванной Сейчас Перевешу В патию Завтра Завтра Проглажу И Можно Будет Уже Что-то Делать Может Быть Я Уже Из Этой Что-то Сошью Да Ну и Мой план Немножко Поменялся Сегодня Не удалось Мне К сожалению Сходить На пляж Ну ладно Пляж Всегда Рядом Не Поменялся Цвет Нет Не Поменялся На пляж Сходим В другой День Все Буду С вами На этом Прощаться Большое Спасибо За просмотр Надеюсь Я вас Не утомила Разъездами Пока Пока Субтитры Субтитры